Хеллоу, датья ха! Всем привет! Меня зовут Анна Кузина. Я чемпион мира по китайскому языку и основатель школы Твенщинис. Иероглиф – это целое предложение? Вообще, это слово или даже слог. А если я допишу иероглифу точку? Это будет другой иероглиф? А вдруг мат получится? И да, и нет. Это может быть просто неправильный иероглиф. А где можно скачать все иероглифы? Не могу найти. Чего? Как вы набираете иероглифы? У вас точно дома комната со специальной клавиатурой? Ну, разве что клавиатура прячется в базе. О, вы знаете китайский? Переведите японскую надпись. Японский и китайский отличаются, если что. А можно не учить иероглифы? Может, алфавитом обойдемся? Упс. Я очень часто в комментариях под видео встречаю вопросы про китайский алфавит. Какие иероглифы учить? Упрощенные или полные? Где можно скачать все иероглифы китайского языка? Как их набирать в телефоне и на компьютере? Это путаница в головах многих. Поэтому я решила разложить все по полочкам. Смотрите видео до конца, и вы сможете выучить 20 простых иероглифов. Поехали. Сначала немного истории. И начнем с того, что в китайском языке нет алфавита. Будучи одной из древнейших систем письма на Земле, китайское иероглифическое письмо, ханци, значительно отличается от других языков. Имея историю в 4000-летия, китайская иероглифика уже не может рассматриваться отдельно от китайской цивилизации, так как она отражает ее традиционные особенности и до сих пор является единственным общепринятым способом записи китайского языка. За всю историю китайская иероглифика претерпела значительные изменения. Было бы странно, если было бы иначе. В книгах по китайской иероглифике сказано, что иероглифы изобрел Цан Дзе. Цан Дзе – это придворный историограф легендарного императора Хуан Дзе. Хуан Ви – его часто изображали с четырьмя глазами, что символизировало его прозорленность. До изобретения иероглифики китайцы активно пользовались узелковым письмом. Об этом даже упоминается в Тао Де Цин – это Тао Де Цин – Канон Пути и Добродетели, а также в комментариях Книги Перемен – Идзин. Идзин. Затем появились пиктограммы. Это так называемые картинки-схемы, похожие на иероглифы. Их изображали на костях, панцирях, черепах и выцарапывали на камни. Наносили их заостренными палочками. Первые пиктограммы обозначали действия, части тела, явления природы и предметы быта. Ну и далее эволюция китайской иероглифики завершилась выделением так называемых каллиграфических стилей. Первый стиль – это Джуаньшу – это иероглифы для печати. Сейчас они встречаются в картинах. Лишу – это угловатый и широкий стиль. Цаушу – это рукописный курсив, который могут различить только знатоки каллиграфии. Акайшу – это самый простой и ныне популярный стиль, с которого начинают обучение детей и иностранцев. Он отличается медленным темпом написания. Раньше он считался уставным письмом, употреблялся при написании или составлении официальных документов. И Синьшу – это стиль между Цаушу и Кайшу. Не такой медленный, как Кайшу, и не такой трудноразличимый, как Цаушу. Он допускал некоторые сокращения элементов в аэроглифе. Надеюсь, чтобы не запутались. Синьшу, Джуаньшу, Кайшу, Цаушу. Голова к руку. Не волнуйтесь, потому что скоро все это мучение ваше закончится. Теория на этом закончилась. Слава Богу. Переходим к практике. Давайте посмотрим на примерах, как появились иероглифы. Как мы уже с вами знаем, первые пиктограммы обозначали части человеческого тела, явления природы и предметы быта. Так, через несколько преобразований у нас появились иероглифы, которыми мы пользуемся сегодня. Посмотрите на картинках, как менялись иероглифы. И слушайте внимательно. Я буду произносить и показывать. Жэн, Человек. Жэн, Шуэй, Вода. Шуэй. Хуо, Огонь. Хуо. Жи, Солнце. Жи. Юэ, Луна. Юэ. Му, Дерево. Му. Линь. Лес. Линь. Ма. Лошадь. Ма. Ян. Баран. Ян. Шэн. Гора. Шэн. Ю. Рыба. Ю. Му. Глаз. Му. Му. Дождь. Ю. Юн. Облака. Юн. Ниао. Птица. Ниао. Ху. Тигр. Ху. Хоу. Рот. Хоу. Хиэн. Поле. Хиэн. Мэн. Дверь. Ворота. Мэн. Джон. Средний. Джон. Ну что, как у вас впечатление? По-моему, когда наблюдаешь вот такую историю преобразования, очень легко запомнить иероглиф. И сразу становится видно, что раньше он действительно был похож на изображение предмета. Особенно это видно по дереву, по весу, по глазу, по рту, по человеку. Правда ведь? И вот на таких ассоциациях очень легко запоминать иероглифы. Особенно это хорошо работает, когда обучаешь китайскому языку детей. Ну и взрослых тоже. Так что пользуйтесь. Обязательно смотрите картинки, прибегайте к происхождению иероглифа и запоминайте. На самом деле таких иероглифов, которые произошли из пиктограмм, очень много. Но, к сожалению, они составляют не большую часть иероглифов. Еще есть фонетические, указательные и другие. Но об этом как-нибудь в следующий раз. Что еще нужно знать для новичка? Что на сегодня наибольшее распространение получили именно упрощенные иероглифы. Упрощенная письменность официально принята на всей территории континентального Китая. То есть, если раньше на протяжении веков и тысячелетий люди пользовались сложными иероглифами, то есть полными формами иероглифов с большим количеством черт, то потом в ходе кампании по борьбе с всеобщей неграмотностью в Китае решили перейти на упрощенную письменность. Иероглифы максимально упрощали, чтобы ими могла пользоваться большая часть населения страны. Реформа проходила в несколько этапов на протяжении 20 века. В итоге на данном этапе упрощенные иероглифы, помимо Китая, приняли Сингапур, Малайзия и Япония. Хотя в Японии упрощения свои, поэтому некоторые иероглифы китайисту могут казаться неузнаваемыми. А вот Гонконг, Макао и Тайвань от упрощенных форм отказались и продолжают использовать традиционные или полные формы. Так какие же иероглифы учить? Здесь все зависит от ваших целей. Хотите знать стандартный язык, который является самым распространенным китайским языком в мире? Учите упрощенные формы. Планируете когда-нибудь поехать в Гонконг или на Тайвань? Учите полные. А еще лучше и те, и другие, как когда-то это сделала я. Лучше всего это делать параллельно. Ну а что касается набора иероглифов, я вам уже много раз показывала, что с этим никаких проблем нет. В современных телефонах и компьютерах есть на выбор как упрощенные, так и полные формы иероглифов. Набирают их через транскрипцию. Об этом можно посмотреть в моем видео про транскрипцию с провокационным названием «Китайский алфамит». Ну что, теперь вы знаете все самое главное про китайские иероглифы и познакомились с 20 простыми иероглифами. Как у вас впечатления? Уверена, что картинки и ассоциации помогут вам их быстро запомнить. Поддержите мой канал лайками и подписками, мне будет очень приятно. А в комментариях я буду рада с вами обсудить, какими способами запоминания иероглифов пользуетесь вы. С вами была Анна Кузина. До встречи в следующих видео. Пока-пока.